так ну что всем привет пока можем познакомиться вот меня зовут настя я специалист социокультурного сервиса дипломированный и наверное мой осознанный путь в гостеприимстве начался с высшего учебного заведения до этого я работала в общепите несколько лет но не было методологии и технологии то есть было просто какое-то ощущение инструкции которые тебе дают типа вот делай так не делай так дальше был такой долгий путь труда там совладение владения заведениями управление другими заведениями чужими и сейчас я совладелец и перен операционный директор кофейни рит вот и наверное все время что мы занимаемся кофейней мы ее купили на авито три года назад я занимаюсь обучением команды я хотела узнать кто вообще на лекции есть потому что сложно было это понять вообще как строить лекцию потому что непонятно кто будет целевая аудитория все в целом предполагала что это ребята которые работают в кофейнях которые хотят заниматься обучением мне кажется очень громко если очень громко скажите пожалуйста хорошо я чуть-чуть волнуюсь послушаем как я дышу и смеюсь микрофон извините в общем а кто владеет кофейнями или занимается обучением там старший бариста шеф-бариста управляющий владельца супер кто просто бариста отлично кто все остальные просто люди гости супер очень рада всех видеть и вообще на самом деле то о чем буду сегодня говорить наверное это скорее с точки зрения жизненных принципов ценностей потому что когда я написала первый вариант дочь моего мужа сказала что это перебор и это похоже на диссертацию поэтому новую презентацию сегодня сделали и будем короче неформально общаться и разговаривать ну план плана необходимость обучения внедрения в него новых подходов вообще хочется рассмотреть нужно ли учить людей почему это важно и откуда есть вообще тренд на обучение если он и вообще как у нас были дела с обучением сотрудников не только в кофе суть креативных технологий в обучении на примере методологии работы с командой в кофейне ритм это еще осталось прошлой презентации судя по формулировке и успешные кейсы обучающих мероприятий у нас кофейне в общем как человек который занимается еще и аналитикой я очень много читаю различных зарубежных изданий статистических данных и в целом перед тем как готовиться к лекции хотелось понять как вообще в мире настроение если какие-то цифры по россии и во время того как я не нашла цифр по россии я нашла офигительную какую-то страшную информацию статью о том что в сша в 2021 году случилась великая отставка люди просто решили что они не хотят работать у себя на работе и такие все я ухожу и все дружно свалили но изначально все подумали что все дело в пандемии люди посидели дома в 20 21 решили сбежать своих рабочих мест кайфовать и поехать на бали судя потому что там сейчас много людей но как оказалось когда реальные статисты взялись за вопрос а не только социологи оказалось что тенденция началась в 2009 году и с каждым годом да мы видим что графика стабильно прогрессирует прибавляет люди увольнялись и в 2020 они как раз не увольнялись потому что очковали как можно остаться в к вид еще и без работы и как раз 21 году мы догнали ту волну они догнали ту волну увольнений которую не получили в двадцатом году и прибавили в 21 как всегда идет увеличение у нас таких данных нет у нас ничего не ведется у нас плохо с официальным трудоустройством у нас нет профсоюзов которые занимаются тем чтобы вести какие-то статистические данные но в целом хотелось понять дальше что происходит в американской до культуре в американском на американском рынке маркетинговые агентства исследовательские агентства начинают изучать то что они видят они видят что с апреля по май с апреля по ноябрь 21 года увольняется 30 миллионов людей по своему желанию и люди начинают изучать вопрос у нас в россии так не сильно принято поэтому наверное если искать деятельность очень часто строится на зарубежных данных поэтому вы к вам сегодня с вами сегодня книга прибегаем они изучали представители поколения y и z у нас эти люди немножко помладше чем в америке если знаете теорию поколений у нас немножко она смещена и у нас за ты это более молодые ребята которые родились двухтысячных годах у них это ребята постарше но в целом по направлению мини-минилиалы они одинаковые в плане то есть метод ну то есть того как их видит наука да то есть но у нас немножко разные даты рождения и в итоге пришли к тому что 27 процентов опрошенных отдали бы предпочтение компаниям где сотрудникам обеспечивают обучению профподготовку большинство одной из таких самых больших проблем по которой люди уходят стало чувство что на работе больше нечего учиться и я задалась вопросом а интересно действительно ли это так важно чувство что ты не растешь у себя на работе определяет ли это то остаются люди в компании просто у нас проходит часто в собеседовании сейчас их проходит проводит андрей его видела да он убежал вот просто помахал и улыбнулся мне в общем он сказал что в последнее время ребята очень часто приходят и говорят что они не видят развития у себя на работе и что они хотят прийти к нам потому что им нравится то как мы работаем с командой и выдвинулась в общем такая гипотеза что великая отставка и целом кризис рынка труда это не локальная американская проблема мировая тенденция и действительно то есть знаю что многие коллеги конечно не могут найти сотрудников я просто тупо сейчас утром вела слово сотрудники в чатике бизнес кофейное сообщество в telegram и вот три последних сообщения просто эту тему люди пишутся сотрудниками беда что их сложно найти и действительно то есть у нас еще есть отягчающие обстоятельства в америке это был к вида как будто бы у нас это свол его последствия до что бариста уезжают управляющие уезжают уезжает очень много людей за границу и мы теряем кадры у нас освобождается очень много свободных мест и я взяла сегодня комментарии у лёши из петер кофе потому что мы к ним часто обращаемся публикуем вакансии ребята делают журнал кофе петербурге и заодно еще и помогают с поиском сотрудников от них на самом деле к нам приходит много ребят обычно и он не рассказал про то что в апреле еще когда мы с ним обсуждали что мы не можем найти бариста мы начали искать в апреле если что мы закончили искать совсем недавно две недели назад вот то есть мы искали по несколько месяцев каждого бариста нового там по три-четыре месяца и лёша говорит про то что бариста отключаются гора сдах видимо гораздо меньше и у работодателей очень небольшой выбор но и также ситуация изменилась то есть раньше выбирали одного из 64 человек у нас также было один из семидесяти у нас был показатель в двадцать двадцать первом году когда мы ванечку набирали же не набирали мы брали одного из семидесяти человек которые нам подход ну плюс минус да то есть по навыкам подходит просто нам важно чтобы человек как бы подходил как пазлик в команду поэтому было сложно именно выбрать все классные хотелось им написать господи как круто извини вы не можете взять и вот почему но было довольно сложно уже когда было по 70 откликов и больше по 150 на одну вакансию сейчас такого нет и по сути говоря обучение является является ли обучение тем что может привлечь людей к нам работать является ли обучение тем что заставить человека его отсутствие уйти из работы вот этот вопрос тоже очень сильно повис хотелось эту гипотезу проверить поэтому я обратилась ксюшу жук вот она сидит на третьем ряду с тем чтобы вы сделали на базе ее блога опрос на тему обучения сотрудников можете перейти по qr-коду подписаться вот и я не буду сегодня рассказывать там информации очень много я думаю что ксюша будет делать публикацию в своем стиле она часто делает разные исследования и у нас очень мало исследовательской базы поэтому пожалуйста проходите опросы это очень важно потому что данных нет вообще и принимать какие-то решения строить какие-то гипотезы улучшать как-то индустрию без данных невозможно и вот ответ на наш вопрос вопросе приняли участие 93 барист вопрос был там две недели по моему всего но за это время практически 100 человек смогли заполнить были классные различные ответы там очень много информации но самое главное да к чему все сводится это ответ на вопрос если не чувствуешь собственное развитие в компании появляется ли желание сменить место работы 83 и 9 процентов ответили да я думаю что это лучше любых аргументов говорит о том что обучать сотрудников нужно и работать с ними тоже нужно уметь как часто проходит обучение у тебя в кофейне не только про кофе 1 месяц и реже не проходит это примерно та же до части людей но есть так прикинуть что и сказали да на то что для них обучение является важным фактором при отсутствии которого они думают о том что им нужно сменить работу и обучаешь ли ты самостоятельно свободное от работы время да то есть ваши сотрудники уже тратят силы время деньги на то чтобы учиться если вы будете давать эту возможность на платформе своего предприятия то вы не будете их терять и вы будете их привлекать вот вам и что требовалось доказать черный квадратик внизу закрасили креативные технологии что же такое почему стоит к ним прибегать в общем учить сейчас очень сложно обучать в целом очень сложно мир очень интересный очень много цифровых технологий есть куча курсов почему мне интересно учиться борис то должно быть когда можно со скилл бокс классно обучиться и тому как быть программистом всего за шесть месяцев понимаете и со скидкой от моего любимого блогера 40 процентов потому что сказал что это должность очень актуальны но никто не говорит что должность бариста блин это очень актуально у нас нет бариста ребята чем мы будем делать их скоро вообще не станет как открывать новые кофейни как развивать индустрию и как вообще не только баристов вообще в целом кризис в индустрии не только в нашей индустрии в общественном питании вообще жопа с поварами я общаюсь с с многими коллегами я просто работаю с ресторанами в консалтинге это реально жопа и не боюсь этого слова потому что люди не выходят на работу они не возвращаются на смену я думаю что кофейники тоже запраховали когда подключили еду заведение вот поэтому нужно уметь работать команды если вы хотите чтобы все классные прикольные к вам приходили с вами оставались нужно быть классным и прикольным вот и классные прикольно это про креативные технологии если посмотреть в интернете креативные технологии то методики направлены создание творческих решений для различных задач компании но я не совсем согласна с этим определением потому что понятие технология можно применять к инструментам да например там креативной технологии базовой будет являться мозговой штурм на это инструмент или там например базовой креативной технологии будет кейс обучения когда например я работала в булочных уборщиков в сервисе в офисе три месяца и у ребят просто как сервисное обучение работала это кейс стадии даст кейсовое обучение 60 ситуаций что может случиться и ты должен знать как ответить правильно на этот вопрос и когда бомж насрал посреди булочной никто не знал что делать потому что этой ситуации 61 мы не подсмотрели и миллион 1 тоже и когда мы отсматривали результаты исследования опроса у ксюши в хао мэтть йо кофе очень много ребят писали я хочу уметь разговаривать с комплектными гостями я хочу уметь научиться отвечать гостям когда какая-то нестандартная ситуация но кейс стадии не подходит для этого и технологии обучения в нашем случае в кофейне рид это не просто какие-то инструменты типа как коллеги приходят там ко мне иногда гай смотри какой классный угро мы сделали им нужно продать 10 тысяч бифштексов за месяц и тогда они получат 10 тысяч рублей а еще там каждый день разный план разные позиции и типа это не круто это не экологично по отношению к гостям и не экологично по отношению к сотрудникам особенно в кофейнях например или в локальных заведениях где люди приходят каждый день и они понимают что им начинает втюхивать определенные позиции а к нам некоторые люди приходят по нескольку раз в день поэтому это тоже очень странно и как ты себя чувствуешь к эти заставляют формате игры продавать то что надо поэтому мы относимся к технологии как к целостному процессу что это прям методология это подход то есть это не одно какое-то мероприятие у нас есть план нашего заведения вообще что мы будем делать через год через два через три примерный понятно что он постоянно меняется но стратегическая сессия она собирается на год и исходя из этого мы строим план обучения план обучения это очень важно то есть это не просто мы придумали одну какую-то лекцию мы прописали все понедельники этого месяца мы посмотрели по ходовой и вставили в какой-то понедельник другую тему мы знаем то есть чему мы идем мы хотим там в августе выпустить офигенное меню от команды мы зовем антона каратаева там в июне к нам на обучение команды до этого мы с ними работаем с точки зрения шеф-бориста с ними работает да то есть мы даем им инструменты и это все в течение трех месяцев происходит это не происходит в один день когда типа все теперь ты знаешь все и сделай мне напитки сегодня завтра завтра вечером будет презентация очень что будут ребята показывать свои напитки но чтобы еще делать напитки надо знать сколько они должны стоить короче очень много всего надо знать чтобы увидеть самим работать поэтому ждать что вы не будете поэтому креативная технология она направлена на то чтобы создать именно людей которые будут принимать сами решения на базе платформы картины мира которая у вас одна с ними это самое сложное это отличие креативных технологий вот но прежде чем идти так далеко нужно подготовиться к разработке технологии и первый шаг это наличие сильной базы если у вас нет базового понимания базовых знаний которые в традиционной форме переданы лекционной физическое обучение просто навыкам то дальше идти пока не надо потому что мы начинаем развлекать мы начинаем как-то привеселиться но базы у нас нет второе понимание ценностей и целей компании на ближайший год 35 они должны быть у вас вы должны понимать что будет дальше у вас какие у вас планы понятно что у владимир владимирович какие-то планы есть у не знаю уж судьбы какие-то планы есть но в целом у вас должны быть тоже свои планы и люди должны понимать что вы уверены в том что вы запланировали что-то и вы с ними об этом договорились вы к этому идете и обучение также на эту всю платформу сверху насаживается и технологии эта система как я говорила есть план обучения и мы проводим исследование это очень важно мы проводим исследование задач которые стоят перед нами как перед бизнесом запросы на обучение то есть мы изучаем что важно для наших гостей очень часто что она важно для нашей целевой аудитории смм приходит говорит людям нравится розыгрыш и давайте сделаем розыгрыш что нравится нашим ребятам тоже нужно задаваться вопросом не тоже целевая аудитория вашего бизнеса и целевая аудитория вашего обучения который вы проводите этой информации и всегда нужно ставить определенные цель конкретную конечную для обучения какой результат внедрения технологии обучения которые вы будете собирать мы перед собой поставили цель цель что мы хотим чтобы у нас команде были креативные личности готовые к трудовому процессу эффективным действиям нестандартных ситуациях а также при образовании улучшению действующих процессов и из этой цели мы идем и стараемся делать так чтобы все обучение было направлено на эту конечную цель и большая цель компании из которой вытекал вытекал запрос на обучение как раз это преобразовать сотрудников команду проекта которые смогут вести его дальше вперед развивать и развиваться на его базе как самостоятельно так и в рамках проекта важно понимать что сотрудник это внутренний гость ваше возведение это наш основной принцип и также как мы проводим исследования аудитории мы также должны понимать кто эти люди которые к нам приходят трудиться которые вместе с нами каждый день работают и то какая форма будет у креативных технологий это то что им знакомо то что им нравится то что им комфортно а наполнение которое мы даем это наши цели это наши задачи и это общие ценности если ценности не будет совпадать в какую бы красивую обертку вы не обернули обучение его не будут потреблять и его не будут принимать и она не будет нравиться людям и помимо подбора своих людей вот недавно тоже у ксюши читала интервью с управляющих ум идти и она рассказывала про то что рата и стачка берет людей своих команд да мы все умеем уже ищем своих людей но очень важно калибровки по ценностям устраивать мы все делаем калибровки по вкусу эспресса чтобы он был одинаковый а калиброваться по ценностям мы почему-то забываем и этот вопрос решает как раз личные беседы неформальные встречи но тут очень важно потому что судя по опросу неформальные встречи уходят в пьянки и во всякие непонятные вещи да вам надо уметь держать баланс и стратегические сессии с команды также по инструмент который я вспомнила сейчас и забыла что я его не включила мы еще используем такую штуку вы когда помимо сейси до маленькие такие штучки есть у нас мы с ребятами когда приходит негативный отзыв по понедельникам с каждым понедельник собрания мы рассказываем как мы ответили какие компенсирующие решения и компенсирующие меры будут внедрены в нашу работу и они начинают понимать методологию принятия решений как мы отвечаем гостю в различных ситуациях иногда мы делаем это вместе с ними и вот непосредственно стратегические сессии да как они проходят можно напугать людей словом стратегическая сессия да это страшно какая-то непонятная наша офисная штучка а можно запаковать ее в прикольную игру и порассуждать о том что бы мы хотели увидеть о нашей кофейне в первых строчках google через несколько лет и когда мы узнали что ребята начали там писать рассказывать еще был отдельный блог какие результаты по там запросу своего имени ты хочешь увидеть это тоже очень важно и мы начали соединять то что хотим мы то как ребята видят проект это как они видят себя в одну историю и из этого уже ставить задачи ставить цели писать программу обучения писать маркетинговый план выделять бюджеты и так далее то есть это немножко глубже чем только обучение это все взаимосвязано не знала как это разделить было очень сложно и или бывают разные задачи сейчас будут просто такие точечные штучки до веселенькие прикольники что нас как раз подождите 1250 это так быстро рассказываю разные бывают ситуации да то есть на платформе общего обучения ты уже начинаешь делать различные небольшие всякие лекции встречи приглашаю специалистов учишь сам но бывают такие вещи как например пропал трепет к работе вот что делать зима февраль у нас ребята помню вообще капец паник или погода была жесть было как-то немного гостей они все были уже какие-то замученные просто то есть нет такого что кто-то устал но в целом как бы мы с ребятами поняли мы с андреем поняли что нам нужно что-то делать нам нужно как-то их взбодрить как-то с ними чем-то заняться таким интересным наши друзья наши гости смолинского театра часто ездят на гастроли ездили в европу и привозили там вино хамон сыры у нас то все в холодильнике лежала ждал своего часа мы это все достали и мы с андреем разработали прям программу то есть со стороны в инстаграме выглядит что это просто мы там повеселились поели и так далее у нас были конкретные задачи нам нужно было чтобы ребята также стрепетом собирались на работу чтобы им было это интересно чтобы они приводили себя в порядок чтобы они классно общались с гостями чтобы им было от этого кайфово чтобы они от себя кайфовали вообще когда не на работу идут и когда они стоят за стойкой поэтому мы с ним просто сели отобрали журналы космополитон психологи в общем все советы про любовь как вообще знакомиться с людьми как провести первое свидание из этого собрали скрестив сервисные до базы которые у меня есть там да и за это время мы это скрестили с реальными знаниями и такими скажем так академическими у нас получилась офигенная история в конце которой ребята стали рассказывать как они собираются на работу какие у них есть ритуалы ванечка рассказывал что он каждый день берет гель для бровей женский причесывать свои усики чтобы они были ровненькими все в течение всего дня и он знал что он всегда идеально выглядит варя рассказала что она стает за три часа до начала рабочего дня хатаны живет в пяти минутах мальчики были в шоке то есть это тоже обмен такой информации произошел когда ты понимаешь что блин а кому-то ну на самом деле то есть кажется а чё она вот встала и дошла это ребята стали и пошли авария собрала я сделала прическу накрасилась оделась она сказала что вообще у меня есть логика как я одеваюсь на работу ваня сидел тогда и тоже начал как-то прикольно одеваться сделал из этого вывод и дальше у нас еще была интересная штука ребята уже сами предложили спустя какое-то время когда уже обновилась команда когда все поняли что они у нас нет формы у нас нет там правил как одеваться и для того чтобы как-то это регламентировать очень сложно просто нужно быть опрятным непомятым не не вставать с подушки в этой же футболке идти до быть красивым как бы для себя и для других и когда ребята поняли что они сломались у нас один человек саботировал процессом прям вот так приходилось такой прической как подушки и они предложили провести неделю когда они будут в рубашках красивых как как они выберут гладиться рубашка это ну это сложно типа это квест после футболки надо погладить и нужно постирать нужно подготовить и они неделю выходили так на работу и у меня там нас есть телеграме отзывы об этой неделе и ребята как блин это так круто еще гостях начали отмечать stories начали писать блин какие красивые бариста начали делать им комплименты спрашивать что случилось и они почувствовали это на себе это очень классно и я нереально зарядились и здесь такая же ситуация произошла то есть но очень важно балансировать между неформальным профессиональным и обучающим потому что очень часто слышу что там больше всего заполнилась встречи команды когда вы там отмечали день рождения и и и все да то есть классно создавать именно рабочие отношения трудовые отношения мы не работаем и трудимся у нас такой странный посыл но трудовые отношения и делать их интересными но оставаться в зоне того что мы трудимся вместе не уходить в панибратство не уходить там в пьянки тусовки какие-то очень часто это встречаю я просто уже показал что это есть еще важный момент да там мы спрашивали про то как проходят аттестации какой-то письменными еще в каком-то то есть важно иногда какое-то разнообразие давать потому что когда есть эффект неожиданности ребята начинают по-другому готовиться к другим мероприятиям то есть к другим каким-то аттестациям что не знаю что в любой момент может получиться все что угодно и любой вопрос то есть это не будет формальный тест это не будет просто разговор это может быть все что угодно от этого у людей появляется необходимость знать больше для того чтобы всегда короче иметь возможность победить в игре кто хочет стать миллионером по меню у нас сам был такой опыт мы прописали программу сделали все отбивки сделали заставки полностью все по нашему меню собрали вопросы которые именно необычные типа какое блюдо самое низкокалорийное и сейчас это важно люди часто спрашивают мало того с 1 июля прошлого года мы обязаны с вами в юридическом меню и вообще в меню на различных площадках писать калорийный блюд вот и по-хорошему сотрудникам нужно это знать и как можно можно замонтивировать как это можно вшить в программу вот пожалуйста мы когда стали задавать эти вопросы люди поймешь на кону миллион делить на тысячу между прочим и как бы тут надо пост можно постараться есть азарт есть вероятность выигрыша вопросов немного но они все были очень точечные именно в тех местах где у кого были какие фокапы и кто где какие ошибочки совершал по что мы за ними наблюдали и у каждого был свой вариант хотя была жеребьевка вот и в целом получили очень классный результат на женька победил шафбориста другие ребята я не сказал что он теперь все выучит потому что он не победила и у него есть такая история личная что ему важно быть первым и и это классно работает то есть у всех наших ребят есть свои особенности их нужно учитывать но они все смотрели программу кто хочет стать миллионером и думали блин и как круто я тоже хочу выиграть миллион вот пожалуйста можно создать такие условия при которых они станут менюонерами еще очень важно не только придумывать свое в этом постоянно можно использовать куча всяких технологий которые уже существуют и и это может быть как мозговой штурм так и там кейс стадии шляпы 8 шляп мышления короче посмотрите там дофига всего но есть еще и вещи из других индустрий что тоже не очень как бы сложно смотреть и взаимствовать как все было изначально да то есть у нас есть сфера идти и там ребята делают сайт и кодят короче создают продукт информационные там которым пользуются пользователя пользуются пользователи супер и у них у каждого клиента есть свой путь для того чтобы собрать классный интерфейс нам нужно этот путь пройти до то есть понять что нужно чтобы заказать корсовки спорт мастере на мне нужно зайти на сайт нажать на эту кнопочку вот на эту нажать не надо вот это должно быть видно там и так далее дальше маркетологи такие были на ребят классная штучка а давайте мы сюда еще заполним а что думает клиент когда нажимает на эту кнопку может быть она может быть розовые там или блин а человек заходит на сайт а если здесь будет наш рекламный баннер да и это будет триггер покупки а еще что побуждает этого человека зайти к нам на сайт и купить эти кроссовки и так появилась карта cgm это карта кастами джорни мэп который используется в маркетинге но мы пошли дальше и сервисники закрепили ее тоже себе на вооружение и собрали карту гостевого или карту клиентского опыта в общественном питании принято говорить до гостевого что мы делаем мы берем путь нашего гостя от момента как он узнал про наше заведение и до момента как он вернулся или не вернулся до момента когда он дал обратную связь или не дал обратную связь все детализируем все эти процессы и рассматриваем это с точки зрения бизнес-процессов когда что после чего идет какие должны быть нормы правила там уборки туалета то есть от этой штучки от этой линии от этого пути гостя мы начинаем разрабатывать вместе все свои процессы и понимать как это важно потому что ребята ставят себя на место гостя перед этим еще важно подготовительные сессии проводить в плане поговорить о том кто наши гости мы делали такую историю мы их прям разбирали реальных людей кто к нам ходит какая у них мотивация и так далее потом мы делали в формате онлайн конференции чтоб не собираться дальше мы делали подготовительные мероприятия мы рассуждали о том как нам ходить в гости что нравится нам в других заведениях и так далее и потом мы перешли уже к этому инструменту и ребята уже про рефлексировали проанализировали и начали наполнять нашу карту у клиентского гостевого в нашем случае опыта процессами то есть как мы о людях заботимся если нам позвонили по какому поводу что нам нужно ответить куда лучше отправить где лучше дать почту и где лучше дать телефон и так далее то есть этим всем можно заниматься вместе с ними и не не знаю но вот странно жить как-то по какой-то указки семья когда учили четыре года на бакалавра социокультурного сервиса для меня было странно то есть каблук три сантиметра это вот так это вот так туда ходи туда не ходи клиент всегда прав то есть я не согласна с этим поэтому я думаю что когда ты даешь возможность людям принимать решения и инструменты им даешь для того чтобы они начали думать по-другому они просто как люди которые стоят у станка они будут результат классный давать и для того чтобы учить по-другому нужно прописывать всю методологию собирать все немножко иначе и вот эти инструменты cgm можно применить изучите сначала и примените к своим сотрудникам соберите cgm q для обучающего процесса то наша аудитория что им нравится что не нравится какие у нас задачи что мы хотим им предложить какие идеи какие идеи можно с нами вместе разделить чтобы классно с нами работать что им нужно знать чтобы это делать и дальше собрать весь этот процесс не как вы будете как вы будете их вести по обучению чтобы они обучились собственно всему что требуется и самое главное самостоятельность так ну что я как-то быстро отстрелялась ну в целом посвящаю это выступление команде мечты очень люблю всех и тут не все далеко нам нужно сделать будет совместную фотографию для будущих валентинок вот такие дела закончила готовы отвечать на вопросы трудимся и работа это пошло очень давно 10 лет назад примерно может быть больше от андрея александровича нашего основного руководителя в общем тогда была идея такая что труд это и работа это разные вещи то есть труд это то что тебе нравится что наполняет у нас руслан привет человек который работал с нами в приморском крае вот думаю что тоже помнит про труд вот то есть это классно это совместная идея мы сами любим трудиться мы работать не любим андрей работал в найме тоже и я работала много лет найме меня работала я могу различить труд и работу от того как я мне нравится я сейчас на трех работах тружусь и и я кайфую то есть не сложно мне тяжело могут мы сейчас запустили новый бренд я вчера стояла буквально на стенде пьё на чайном и в целом труд он наполняет работа она как раз про то что ты стоишь у станка и ты работаешь как на конвейере и ты не видишь картины вокруг ты не видишь что происходит какие есть процессы очень важно давать возможность не только менеджменту и управляющим как это принято в бюрократе в традиционном подходе смотреть на процессы сверху и с других сторон нужно давать возможность сотрудникам тоже видеть они злиться на них что они не понимают каково тебе типа это нелогично вот это тоже про труд и проработать спасибо пожалуйста у нас такое было раньше сейчас у нас есть система наставничество просто и все я не знаю как стажировка проходит у нас наконец-то да у нас есть индивидуальный план развития у сотрудников и мы строим стажировку по индивидуальному плану развития нас нету какой-то дорожной карты общей мы настеньке делали mind карту красивую розовую я помню ну то есть индивидуальный подход это тоже одно из отличий если мы сейчас сделали лекцию там на 5 часов или обучение то мы бы с вами узнали что отличие креативной технологии традиционной заключается в том что именно индивидуальный подход традиционном подходе он минимизирован а в креативном он максимально насколько это можно применяется но мы должны понимать что когда мы учим 100 человек в google или там яндексе разработчиков мы не можем с каждым индивидуально поработать но мы можем создать игру там какую-то на софте на нашем когда они будут собирать там ошибки им будет кто-то писать там какая-нибудь скрепочка что не так или что так например индивидуально также давать обратную связь да есть такое это с тема не сильно связано с обучением но я думаю что проблема в том что у нас люди когда создает бизнес они экономику проекта не закладывают логику наверно вот ну то есть мы пытаемся продолжение лучше сделать для конечного потребителя но мы не закладываем labor cost да это затраты на людей общепитие общепринято что зарплата это 20 процентов от оборота средний оборот кофейни в московской области по данным по моему нильсом делали исследование в 2020 году 300 тысяч рублей берем 20 процентов получаем зарплатный фонд мы с андреем работали сами когда переехали мы накопили на фонд оплаты труда относительно оборота да у нас процентарная система смогли взять людей то есть нужно не открывать кофейни за 300 тысяч думать о том что это проект где будут люди жить с разных сторон приходить и что всем должно быть удобно и все должно быть логично ребята наши в целом знают как экономика проекта устроена мы порядка 30 процентов выделяем на людей в разные формы это может быть и обучение это может быть и зарплаты и налоги зарплаты вот такая история что еще раз маст хэв инструментарий эти они от москова креативные технологии заключаются креативности да то есть можно для начала изучить вопрос то есть академически понять что это такое какие есть старые технологии которые уже применяются и смотреть то есть как раз я участвую на про это рассказывал что креативные технологии они стоят на том что это все индивидуально под ваш бизнес вся типа думаете какой какие у вас задачи как у бизнеса подумайте какие задачи какой то есть я наверное мыслю вчера гости наше подошла и сказала блин вы мыслите короче как большие ну так и надо каким бы маленьким ты не был у корпорации есть хорошие логичные моменты есть плохие можно брать все самое лучше то есть мы понимаем что есть обучающий процесс у него есть заказчик есть люди которые как раз участники этого процесса есть заказчик мы спрашиваем своего бизнеса да как у заказчика мы спрашиваем у ребят как у заказчика просто можно делать это не прямо можно наблюдать за тем как происходят какие-то процессы у вас вместо того чтобы прибегать и во время запара что-то там рассказывать просто записывать у меня есть телеграм-канал где есть только я и там написано заметки по риду я прихожу к гости на фигачивую кучу замет потом исходя из этого и собираю план все можно посмотреть какие у вас есть проблемы систем на них посмотреть сгруппировать их в группы и разработать программу обучения и потом уже подумать как это можно разнообразить посмотреть на вашу целевую аудиторию обучения понять что им нравится в моей команде нравится аниме не знаю включите это да то есть это может быть все что угодно такие дела так я думаю вопросов больше нет да все супер отлично всем спасибо большое надеюсь я не надо снила а